здравствуйте сегодня в этом видео я покажу как сеять томаты как сеять легко как сеять так если вы совсем новичок и не знаете что делать я расскажу какой лучше грунт для этого выбрать как лучше выращивать в общем самый простой посев который подходит абсолютно для всех как вырастить толстую жирную красивую рассаду сегодня я покажу на примере своих маленьких таких вот томатиков как я сеяла посев я делала 9 декабря почему в общем я потом в конце видео расскажу почему так рано сеяла но смысл не в этом а показать вам как делают посев и так это месячная рассада вот смотрите сегодня 10 января всем снимала я сегодня вот так вот она выглядит толстая красивая жирная единственное что может не каждому понравится я и всегда пикирую потому что именно пикировка позволяет достигнуть хорошую мощную корневую систему мощная корневая система залог здоровой крепкой рассады ну и на выходе мы получаем потрясающую урожайность томатов который потом практически не болеет или не болеет ну и посмотрите главное нам получить здоровую рассаду здоровая рассада всегда даст потрясающе здоровый хороший стабильный урожай я вам покажу как проще всего выращивать такую рассаду на примере вот таких вот небольших сортовых особенностей то есть томаты могут быть любые низкорослые высокорослые и совсем комнатные поэтому посев он осуществляется одинаково единственное что если будет оптовая посадка я вам покажу ее феврале когда уже буду оптовую посадку делать когда я выращиваю 500 сортов да я выращиваю немного по-другому уже подстраивалась под себя потому что такие большие объемы требуют от меня другого времени и сил а я вам покажу как вырастить небольшое количество рассаду например до 100 штук и так начинаем с грунта грунт может быть на самом деле любой но я привыкла выращивать в торфе чистый торф верховой нейтральный я покупаю торф агробалт нейтральный синий торф агробалт синий нейтральный вы можете взять торфяные таблетки намочить их и высыпать вот так вот если у вас совсем небольшие объемы то можно использовать чисто торфяные таблетки тоже подойдут если нету никакого торфа можете использовать обычную универсальную землю я всегда смачиваю грунт водой чистой водой ничего не добавляем итак готовим контейнеры это может быть контейнер это может быть ящик это может быть какая-нибудь плашка в общем что у вас есть я собрала семена тут у меня свои семена покупные семена то есть все коллекционные и я каждому семечку дала номер ну в прошлом году меня учили как быстрее это делать и в общем теперь я только подписываю номера ящик я подписала то есть 1 2 3 4 5 6 7 и раскладываем на грунт семена семена я ничем не обрабатываю как правило коллекционные семена они проходят уже стадию ферментации то есть уже перебродили и процесс обеззараживания они прошли если вы хотите обеззаразить семена лучше всего способ это покупать их минут 30 в перекиси водорода ничем не разбавляя они так зайдут намного быстрее и болеть ничего не будет потому что перекись водорода можно сказать уничтожает абсолютно все это проверенный способ вот смотрите я разложила подписала тут у меня 17 сортов которые я посеяла 9 декабря так теперь надо семена увлажнить я беру пурелизатор в пурелизаторе чистая вода в этом году я не стала заморачиваться с какими-то стимуляторами потому что я вот знаете я не торопилась я знаю что основная особенность чтобы растения быстрее росли секрет вам раскрою это свет будет много света ваше растение будут бешено красиво расти и цвести основная вот особенности секрет это именно в подсветке если вы хотите жирную здоровую рассаду то тут упор делается на освещение и если его у вас нету то она у вас будет расти медленно конечно бывает скудный грунт ну например вы посадили сажали ваши семена усеяли в пустой грунт так смотрите семена мы посеяли они лежали на плашке теперь один сантиметр слоя мы накрываем опять грунтом грунт я замечу что он улажный поэтому полив будет как бы соответственно туши и я не поливаю после того как вот добавила то есть мы опрыскиваем только потому что грунт у меня уже влажный по мере роста если у вас грунт будет просыхать вы конечно его проливаете но совсем по чуть-чуть в плашках вот этих контейнерах нету никаких дырок я вообще при выращивании рассады у меня никогда нет дырок ни в каких емкостях то есть не в ящиках не контейнерах потому что томаты культура такая что полила не быстро все впитывают вот смотрите я клала землю один сантиметр слой и опрыскиваю все хорошо так можете от души опрыскать что точно влажно было и так на этом моменте нам надо сохранить влажность и поставить наши контейнеры в теплое место как правило теплое место у нас где либо если у вас есть полки уже с цветами то обычно там тепло либо в ванне обычно ну вот этот вот полотенцесушитель в ванне всегда тепло можно поставить туда на три дня три-четыре дня можно поставить в темное место в теплое место темное теплое обязательно либо накрываем чем-нибудь либо ставим в пакет ну так как плашка у нас небольшая это кстати контейнеры из-под курицы я их всегда отмываю и вот для рассада они идеально подходят смотрите посев был 9 декабря то есть вот 2023 год 9 декабря я села специально томатики на на посев чтобы собрать урожай в феврале марте я буду с них собирать урожай это комнатные томаты для домашнего выращивания то есть потом у меня будет видео обзор о том какие сортовые томаты есть у меня очень многие просили комнатные томаты и так как семян было очень мало таких маленьких мало что соберешь и быстро за разобрали я вот решила посеять партию чтобы к февралю к март у меня было новое количество семян и я могла вам предоставить и показать вообще что можно вырастить дома чтобы вы уже и кстати можно сеять и в марте и в апреле и в мае и они урожая уже дают примерно через два два с половиной три месяца и так смотрите через шесть дней тот же день я села огурцы но это другая история вот так вот они выглядят зашли они на третий день 50 процентов на четвертый день еще десятка ну в общем не взошло только два семечка но это как бы погрешность небольшая практически ну 99 процентов схожесть у семян хорошие считаю то есть зашли они дружненько хорошо вот так вот и огурчики нас тоже красивые они у меня уже цветут дома но это отдельная история домашние огурцы это потом вот такие что мы делаем дальше смотрите их надо рассадить готовим землю тут меня тоже просто чистая земля даже не торф чистая земля вот какой-то мешок я купил не буду марку называть просто мешок вот земли универсальный и добавила тут у меня тазик по моему литров на 30 и добавила горсть микоризы микориза какая у вас есть то есть можно порошочкой разбавить что такое микориза вы наверное знаете он увеличивает корневую систему если вы посмотрите дальше видео когда я буду делать вторую пикировку вы увидите какая огромная просто нереально шикарная корневая растет на этой микоризе то есть не надо добавлять там какую-то химию ничего естественные грибочки которые помогают увеличивать корневую систему у вас будет просто вот потрясающая корневая система это натурально не вредно и главное вот помогает и так что дальше вот у нас рассада через две недели хорошенько такая я считаю вот смотрите 23 декабря всего показываем таймер чтобы не говорили что этот вру вам что вот не бывает такая рассада вот два контейнера смотрите корни шикарные просто вот вот такие корневая шикарная но в общем все тут все от души тут два сорта вытянулись так как мне не нужны вытянувшиеся томаты я их просто убрала не буду говорить какие уже не помню ну и собственно пикируем пересаживаем это стаканчики на 200 миллилитров они специально сделаны так что там внутри они мне стоят на капиллярных матах в принципе можно никакими капиллярными матами не заморачиваться просто ставите в ящик и потом нижний полив но сначала вот когда корневая подрастет просто сверху поливаете подтягиваете корень вот так снизу потому что корневая чтоб не рвалась кто-то говорил что можно вилочку взять смотрите я просто пальчиками и вытаскиваете аккуратненько аккуратненько вытаскивать вот такой вот ком у нас корневая очень хорошая выросла хотя у нас там просто вот торф делайте небольшое углубление в стаканчике и ставите наш росточек ну просто приминаете можно сверху еще земельки добавить чтобы корешки точно на поверхности не были и все тут я не показываю но вы полейте спринцовочкой обязательно возьмите какие-нибудь грушу спринцовку которые можно поливать чистой водой то есть тут вообще никаких удобрений нету то есть на протяжении то есть я не торопилась так как я села в декабре видите 23 декабря две недели прошло и ничем не подкармливала и вот после посева месяц смотрите 8 января вот такая шикарнейшая рассада скажите не бывает бывает вот она нумерация она уже цветет то есть спустя месяц она зацвела как думаете почему лампы она рассада это стоит под лампами там стоит лампа 90 сантиметров на 120 ватт лампа от герман свет не реклама просто вам говорю что вот я такие вообще у меня лампы дома двух видов полный спектр 90 сантиметров 120 ватт герман свет и мини фермер у меня тоже 90 сантиметров но там на 50 ватт но томаты стоят сейчас так потом я их уберу под более слабые лампы но там их по 2 вот то есть смотрите прошел месяц вот смотрите вот про что я вам говорила микориза вот такие шикарные корни это дает микориза никакого фосфора никаких там биодобавок янтарной кислоты микоризы и все микоризу любую совершенно вот я брала с гуми да она мне это просто нравится удобно микориза бывает еще в порошке и бывает подделка но я вот покупая такая такую если честно у меня там ее на даче море еще осталось и дома ее то есть я к дачному сезону я уже целиком готова потому что знаю что это работает на огурцах помидорах рассаде вот такой вот на цветах которые рассадные тоже хорошо работает на пеларгониях тоже хорошо работает но не на всех то есть какие-то клубневые растения они не дают такую корневую ну и конечно ставим тут у меня горшки так горшки на 1 литр я их пересадила в 1 литр на у меня было каждого сорта по две штуки и одни я посадила в 1 литр они у меня так и будут плодоносить в одном литре а другие буду пересаживать это уже для себя я буду пересаживать в 3 литра потому что это огромное количество грунта и мне надо не просто вот это надо куда-то поставить то есть 17 штук 17 горшков на 3 литра надо огромный стеллаж как говорится для того чтобы получить хорошую рассаду и так вот у нас мини был цветет вот такая красота но собственно сегодня я снимала буквально минут 30 назад пока готовила видео я засняла вам такую потрясающую шикарную рассаду да вот месячная рассада она цветет и я думаю к февралю сейчас самое главное то есть после пересадки обязательно поливайте хорошо проливайте вот и не забывайте поливать если рассада начала желтеть у вас то может быть это связано с тем что вы редко поливаете но и не заливайте конечно потому что корневая должна иногда просыхать много у меня стоит вот эта рассада возле балконной двери там в общем чтобы хорошо росла рассада не надо хорошее еще проветривание вот видите 10 января показываю вам сейчас я вам покажу что в итоге будет у меня на выходе что мы будем иметь что я вам потом обязательно покажу буду вам советовать возможно вы тоже хотите захотите вырасти такие ну в общем из такой рассады ну даже сорта там везде разные там знаете там красный желтый оранжевый и черный но тациановый кто-то поправляет меня постоянно что черный это шоколадного цвета ну я считаю если там от выглядеть черным цветом то он и есть черный а шоколадный он и есть шоколадный в общем вырастет вот такие вот чудесный кустик такие кустики от 20 до 40 сантиметров на них как правило вырастают томатики от 10 до 40 грамм 50 иногда бывает если хорошо подкормить но я стараюсь как бы не кормить да если мы едем такие томаты дома вот такие кустища а тут у меня показано что он растет в теплице конечно в этом году я еще не выращивала в горшках поэтому мне нечего вам показать но вырастает вот такие вот маленькие микро кустики кстати такие микро кустики вы можете посадить в теплице между большими томатами а вот это вот росло между двумя томаты томатами высокорослыми высокорослые когда растут у них как бы ниже оголяется мы срезаем листву и у них хорошо там проветривается освещение хорошо падает и можно вырастить вот таких малышей эти черри очень сладкие вкусные мясистые их можно солить вялить они в общем шикарно это сорт пиноккио сейчас видите на видео вот такой вот он смотреть под разным освещением там вы видели в тени была съемка тут на него падает солнце и вот он такой вот шикарный я считаю шикарный томат у меня было 20 кустов таких томатов было рассажено на всей теплице да в двух теплицах 20 кустов и хотя я собрала там много семян но у меня их разобрали буквально за месяц то есть популярность таких низких сортов очень достаточно высокая но урожай даже вот ну небольшой конечно получается там что сказать даже не знаю кружки наверно 2 500 миллилитров литр в общем литр таких томатов может чуть побольше получается но они очень вкусные очень сладкие очень быстро растут очень быстро плодоносит то есть урожай вы получите уже через 80 90 дней увось я бы сказала что урожай уже будет через 78 дней при благоприятных условиях вот такая вот красота то есть это самый ранний томат то есть в июне вот в мае я сажала в теплицу и в июне он уже был красный вот такие вот смотрите похоже на вишне красота неописуемой и они прям он как мед очень сладкий детям очень нравится в общем если вам понравилось видео поставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока пока всегда с вами елена а